МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире Первого Балтийского канала программа «Литовское время». Главное сегодня. Вице-президент США рассказал, зачем посетил страны Балтии, которые, по его словам, смертельно запуганы Россией. С сегодняшнего дня алкоголь даже пенсионерам продают только после предъявления документов, зачем сговорились торговые сети. После восьми лет реконструкции открылась главная библиотека страны. Старостные остались только стены, а начинка впечатляет. Вильнюсе отметили окончание Второй мировой войны, а экспедиция из энтузиастов отправилась по следам 16-й литовской дивизии. Что делать на днях в столице? Путеводитель литовского времени по самому масштабному празднику Вильнюса. И теперь подробнее об этих и других событиях. После скандала с так называемыми «золотыми кастрюлями» для литовской армии президент Даля Грибаускайте сегодня провела совещание, на котором велела реформировать всю систему публичных закупок. После встречи с руководителями самых различных ведомств, отвечающих за конкурсные публичные закупки, президент Даля Грибаускайте окончательно убедилась в порочности системы и необходимости срочных реформ. При проверке публичных закупок в Министерстве обороны Литвы за последние 10 лет были выявлены системные нарушения, утверждает советник президента Живири Шатуненем. Проверка, проведенная службой публичных закупок в системе Министерства обороны с 2006 по 2016 годы, вскрыла системные проблемы в Министерстве обороны. Отдельные скандальные истории остаются отдельными, но, к сожалению, повторяющимися. По мнению президента, проблема значительно серьезней. Это системная проблема. Теперь эти проблемы поручено решать как главе службы публичных закупок Диане Велите, так и госконтролеру Аруно Судулькису, с которым сегодня и встретилась Даля Грибаускайте. Руководитель первого ведомства, судя по широкой улыбке, чрезвычайно довольная встреча с президентом, продолжает отрицать заявление правящих социал-демократов, что Минобороны не могло остановить скандарные закупки. Якобы прервать договор с поставщиком, продавшего кухонную утварь по восьмикратной стоимости, можно было за день до скандала, в этот понедельник. Получив понедельник наши выводы, Министерство обороны могло сразу разорвать договор и уже не иметь никаких обязательств перед поставщиком. Наш вывод, в котором констатируется, что договор никчемный и не может считаться действительным, имеет юридическую силу. Почему ведомство рассказало о закупке, законность которой с перерывами и, по словам социал-демократов, по их собственной инициативе проверяли два года, поспешили рассказать уже на следующий день после выводов, удачно совпавших с предвыборной рехорадкой, Диана Велития не пояснила. У аудиторов тем временем уже запланирован целый список проверок. Еще этой осенью мы предоставим отчет о том, как идут дела с увеличенным финансированием того, что касается добровольческого Добровольческой службы в системе охраны края. В следующем году мы без сомнения будем смотреть и анализировать в своем аудите разные темы, как помочь этому учреждению справиться с появившейся, так сказать, проблемой использования денег. В сфере публичных закупок можно много где поскользнуться. Поскользнулись, судя по всему, правящие социал-демократы. Так сегодня решили на площади Далконта. Выводы огласили, пересмотру они не подлежат. До парламентских выборов осталось 37 дней. Денис Тарасенко, Первый Балтийский канал. Вице-президент США Джо Байден во время своего недавнего визита в Латвию убедился в том, что балтийские страны, цитата, «смертельно запуганы Россией». Выступая в Огайо в поддержку кандидата в президенты США Хилари Клинтон, он признался, что встретился с президентами стран Балтии, чтобы заверить их не переживать из-за скандальных высказываний кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Все страны Балтии стали частью предвыборной кампании в США. Такой вывод можно сделать после яркой речи вице-президента США Джо Байдена, который выступил в Огайо в рамках поддержки своей соратницы Хилари Клинтон. Политик признался в истинной цели недавнего визита в Ригу, где встретился с главами стран Балтии. «Дональд Трамп сказал, что не уверен в том, будет ли соблюдать наши обязательства в НАТО по защите их на случай вторжения России. Они смертельно напуганы, и у них есть для этого причина. Россия может перейти границу и аннексировать их, как поступило с Крымом. Они являются членами НАТО, а Дональд Трамп сказал, что он проверит, заплатили ли они за то, что им принадлежит. Впервые он вынудит страны задуматься, сдержим ли мы свое слово. Кто бы мог подумать, что мне придется срочно лететь, чтобы, держа президентов Латвии, Литвы и Эстонии за руки, сказать им, он не представляет ни республиканцев, ни демократов. Не переживайте». Комментируя выступление Джо Байдена новостному агентству БНС, доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кестутис Гирниус отмечает, что демократы стараются драматизировать ситуацию с тем, чтобы показать, что Дональд Трамп был бы опасным президентом из-за непредсказуемой внешней политики. Ирина Высокович, Первый Балтийский канал. Комитетом НАТО по бюджету в течение следующих трех лет будет руководить наш соотечественник. Один из наиболее значимых должностей Североатлантического альянса занял бывший канцлер Минобороны Литвы. Томас Граждюнас – первый представитель Литвы, который председательствует в постоянном комитете НАТО такого высокого уровня. Комитет НАТО по бюджету состоит из представителей 28 стран и председателя. Он рассматривает и представляет для утверждения военные и гражданские бюджеты НАТО, осуществляет бюджетный контроль, рассматривает другие вопросы, связанные с общим финансированием альянса. В 2016 году военный бюджет НАТО составил почти 1 миллиард 164 миллионов евро, а гражданский бюджет – 222 миллионов евро. К новым обязанностям наш соотечественник уже приступил. В столице Данстарт общественной акции «Голосуй осознанно». В ходе кампании общественники собираются предоставить избирателям важные информации о партиях и кандидатах, которые примут участие в предстоящих парламентских выборах. Уже 9 октября жители нашей страны будут выбирать новый парламент. Как сегодня заявила президент Даля Грибаус-Хайца, лишь зрелые и требовательные граждане способны избрать ответственную власть. Информирование жителей о партиях и кандидатах глава государства поручила общественным организациям. Ваша задача заключается не только в том, чтобы пригласить людей и сообщить им, что нужно голосовать, но и показать, кто идет на выборы, кто они такие и чего от них можно ожидать. К участию в акции присоединились такие организации, как Союз школьников Литвы, Совет молодежных организаций и Скауты. Молодые активисты считают, что предыдущие выборы в Сейм не были полностью честными и возлагают надежды на этот год. Мы надеемся, что предстоящие выборы будут честными. Наша задача – просвещать общество, в чем заключается нечестность и коррупция в ходе выборов, как это фиксировать и сообщать об этом нам или ответственным учреждениям. В скором времени должен быть запущен сайт акции, на котором избиратели смогут найти всю интересующую информацию о выборах. Кроме того, организаторы собираются провести предвыборные дебаты в 60 избирательных округах. Также за сентябрь активисты раздадут более 50 тысяч различных листовок. Сергей Шалкин, Первый Балтийский канал. Тем временем профсоюзы объявили о начале протестного сезона. Уже на следующей неделе возле Сейма обещают провести крупный митинг. Цель – заставить парламент согласиться с решением президента отклонить новый трудовой кодекс. В начале лета Даля Грибаускайте наложила на него вето. Однако голосов правящей коалиции достаточно, чтобы его преодолеть уже на ближайшем заседании. Активисты надеются на то, что члены Сейма, которые будут решать судьбу трудового кодекса, а вместе с ним и судьбу рынка труда, поймут, какое значение имеют предложения президента для работников и примут правильное решение. Президент учла мнение и аргументы профсоюзов и в своих поправках указала, что необходимо отказаться от нулевых трудовых договоров, которые гарантируют только 8 рабочих часов в месяц, ограничить срочные договоры для работы постоянного характера, узаконить лицензирование предприятий по временному трудоустройству, продлить срок предупреждения об увольнении для социально уязвимых групп, предусмотреть двойную оплату работы в выходные дни, когда работодатель предупреждает о такой работе за два дня. Отметим, что экономисты наоборот критикуют архаичность нынешнего трудового кодекса, утверждая, что из-за отсутствия гибкости на рынке труда Литву покидают иностранные инвесторы, а страна проигрывает глобальную конкуренцию. С сегодняшнего дня всем желающим купить алкогольные напитки в торговых центрах придется предъявлять документы вне зависимости от возраста. Продавцы надеются, что таким образом удастся снизить количество потребляемого алкоголя среди жителей. Однако у акции нашлось немало критиков. Новое препятствие на пути к алкогольным напиткам заставит задуматься дважды перед их покупкой. Такого мнения придерживаются почти все торговые центры Литвы, стремящиеся, по их словам, сделать общество более трезвым. Главным фактором решения стала печальная статистика, ставящая нашу страну в лидирующей позиции по употреблению алкоголя в Европе. Продавцы не исключают, что требование показывать документы, быть может, отпугнет часть покупателей. Однако чувство ответственности перед обществом взяло верх. Мы думаем, что присоединившись к этой инициативе, мы сможем повысить сознательность клиентов, покупающих алкоголь. У них будет повод дважды задуматься, действительно ли он им нужен. Кроме того, решается еще одна проблема. У несовершеннолетних не будет вообще никакой возможности купить алкогольные напитки. Еще ранее инициатива торговых сетей вызвала настоящий фурор в обществе. Мнения разделились и все ими. С одной стороны, депутаты признают проблему алкоголизма. С другой, не все согласны с выбранным способом борьбы. Парламентарий Линас Бальсис даже зарегистрировал всеми поправку, цель которой – вернуть старый порядок покупки алкоголя. Решение супермаркетов запрашивать документы даже у пожилых покупателей политик назвал не иначе, как издевательством. По мнению депутата, с проблемой следует бороться другими, более современными методами. По углу алкоголизма с родителями проблема летовая. Алкоголизм, особенно подростковый, очень насущная проблема в Литве, но бороться с ним нужно при помощи образования. Нужно привести в порядок ценообразование, увеличивать цены на крепкий алкоголь. Все это делается в Европе. Строгие санкции и запреты никогда не дают хороших результатов и лишь способствуют теневой экономике и преступной деятельности. Интересно, что решение супермаркетов поголовно требовать документы не регламентировано никаким законом. Об этом недавно заявили правящие социал-демократы, добавив, что продавцы пошли на такой шаг самостоятельно, без благословения сверху. Власти уже обеспокоены, не противоречат ли акции торговых сетей закону о защите личных данных жителей. Сергей Шалкин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. 71 год назад, после капитуляции Японии, завершилась Вторая мировая война. Память о событии, ставшем самой большой катастрофой в истории человечества, живая сегодня. На воинском кладбище сегодня вспоминали о миллионах погибших. Ежегодно 2 сентября у мемориала памяти на Антакльнинском кладбище собираются люди, чтобы почтить память погибших во времена Второй мировой войны. В войну с 1939 по 1945 годы было втянуто 61 государство. Военные действия велись на территории 40 государств. Военный театр распространился на всех без исключения морях и океанах. Сегодня в церемонии возложения венков к мемориалу на воинском кладбище приняли участие ветераны, члены Литовского парламента, общественные деятели, а также дипломаты из посольств России, Белоруссии и Китая в Литве. Не все знают, но Китай после Советского Союза, Советский Союз потерял 27 миллионов человек во время Второй мировой войны, прише Великой Отечественной войне. А Китай находится на втором месте с точки зрения потерь около 20 миллионов. 71 год прошел со дня окончания Второй мировой войны, тем не менее не для всех она закончилась. Я считаю, что память о том тяжелом периоде очень важна для всех, для людей всего мира. В 1945 году мы завершили Вторую мировую войну, победили фашизм. Мы достигли мира ценой значительных потерь. Сегодняшний мир существует именно потому, что мы боролись за него. За 71 год многое в мире изменилось, но память живет. Ветераны уходят, но остаются дети и внуки, хранящие свидетельства о том тяжелом периоде. Вот так, например, небольшая группа энтузиастов в этом году отправится в экспедицию по местам боевой славы 16-й литовской дивизии. Маршрут будет пролегать именно по тем местам, где воевала дивизия. Орел, Курск, Алексеевка. Место первого боя дивизии, где захоронено порядка 600 литовских бойцов. Встреча будет с поисковиками Орловской области, потому что там совсем недавно я получил информацию, что неподалеку от захоронения, где захоронен отец Юревич, нашли останки 140 бойцов. И по всей вероятности, это бойцы 16-й литовской дивизии. Команда в составе пяти человек планирует осмотреть места захоронения бойцов, привести в порядок могилы. Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, а друг с другом сражались 110 миллионов человек. Ирина Высокович, Мартина Свитсбелес, Первый Балтийский канал. После восьми лет ремонтных и строительных работ национальная библиотека имени Важвидаса вновь открыта для посещения. Торжество по случаю возобновления работы главной библиотеки страны проходит как раз в эти минуты. Но до этого журналистам приоткрыли некоторые секреты обновленного здания. Новая библиотека – новая концепция. Иначе шутит генеральный директор библиотеки Ринальдас Гудаускас. Шутители просто не смогли бы понять, почему ремонт длился так долго. А новинки встречаются буквально со входа. Это так называемый режим «гостя». Ты заходишь с улицы, находишь свободное место, используешь свой компьютер, пользуешься всеми доступными ресурсами библиотеки. Если будет нужна более глубокая информация, ты уже переходишь в новый статус, в разряд пользователей. Такова была наша концепция. Прежде чем создать современное наполнение библиотеки, необходимо было снести все, что мешало строительству. Поэтому решено было оставить лишь фасадные стены по периметру. Вся начинка возводилась заново. Начать было решено с укрепления фундамента. На строительство по сути новой библиотеки потрачено 26 миллионов евро. Деньги потрачены немало и, конечно же, были недовольны и проигравшие субподрядчики, обвинившие директора в нечестной игре. Несмотря на то, что с завтрашнего дня библиотека начнет принимать посетителей, отделка фасада будет закончена лишь в следующем году. На это будет выделено еще 700 тысяч евро. Фасад мы лучше оставим на следующий год. Не фасад главное, а содержание. А содержание очень глубокое, для разных направлений. И очень символично, что национальная библиотека открывается в момент начала учебного года. Впрочем, содержание по-прежнему откутано тайной. Сегодня журналистам представили только несколько помещений. В остальных готовились к празднику, который при участии высших руководителей нашей страны проходит как раз в эти минуты. Но описание впечатляет. После восьмилетней реконструкции внутренности библиотеки полностью осовременены. Количество этажей, где будут храниться более 6,5 миллионов из зданий, равно 12. Но только 5 из них доступны для посещения. Новые книгохранилища оборудованы современной газовой системой тушения пожара. В здании прописалось представительство ЮНЕСКО. В библиотеке появился кинозал. Если вы пришли с ребенком, его можно будет оставить в игротеке для детей. Оборудована телевизионная студия. Созданы места для творческих лабораторий. Впереди выходы на новые вершины. В ближайшее время до Нового года в сотрудничестве с Британской библиотекой и библиотекой Конгресса США внедрим новую модель. Усилим свою роль как аналитика. Уже подбираем коллектив. Мы сможем не только предоставлять информацию по старинке, но и давать аналитические заключения. График работы библиотеки еще не озвучен. Об этом станет известно уже в ближайшее время. Пока что это будет классический режим. Однако руководитель национальной библиотеки надеется, что со временем читатели смогут посещать библиотеку круглосуточно и 7 дней в неделю. Андрей Танин, Игорь Конин, Мартина Свисбеллис, Первый Балтийский канал. Уже в 23-й раз в Вильнюсе стартовал праздник города Дни столицы. На протяжении грядущих выходных горожан и гостей столицы ждет масса интересных развлечений, сюрпризов и бесплатных мероприятий. Организаторы праздника уверены, что Дни столицы обеспечат горожанам хорошее настроение на всю осень. Дни столицы – самый массовый и большой праздник города, перед многогранностью и веселым шумом которого не могут устоять ни горожане, ни гости Вильнюса. Главная отличительная черта – абсолютно все мероприятия являются бесплатными и доступными. В этом году подготовлено около восьми разных программ, две из которых предназначены для детей. Это общий праздник для людей любого поколения, социальных слоев и, конечно, национальности, говорят организаторы. Я работаю добровольцем. Здесь я нахожусь уже второй день подряд. И не совру, если скажу, что наслаждаюсь своей работой. Мне очень нравится наша творческая команда, да и вообще люди, которые здесь меня окружают. Бывают, конечно, и стрессовые ситуации. Вчера, например, мы собрались в 7 часов утра. Не думал, что подготовка к мероприятию может так вымотать. Но мы гордимся своей работой. Традиционно с 10 утра до 11 часов ночи будут действовать множество художественных галерей, вживую демонстрируя старинные ремесла. В этом году площадка мероприятий поражает своим масштабом. Здесь можно посетить Гудящий проспект на проспекте Гедеминоса и полакомиться вкусными блюдами. А на площади Кудиркос можно найти сквер дизайна, где каждый желающий сможет получить консультацию от профессионалов. Для детей во время праздника будет отдельная программа. Открывает свои двери семейный парк в Бернардины. В нем малышей и их родители ожидают множество аттракционов – карусели, батуты, настольный футбол и шахматы. Для любителей литературы и искусства будет открыта традиционная книжная аллея. А на дороге вкусных гостинцев смогут побаловать свои вкусовые рецепторы и сыроеды, и мясоеды, и сладкоежки. В празднике мы участвуем уже третий год подряд и могу сказать, что организаторы к нам очень хорошо относятся. Они нам предоставляют хорошие места, всегда переживают за нас, ну и, конечно, делятся позитивной энергией. Мы сюда приезжаем с большим удовольствием, потому что нас окружает прекрасная команда и отзывчивые добрые горожане, которые с наслаждением выбирают себе подарочек на память. На самом деле я часто приезжаю в Вильнюс и всегда стараюсь посетить подобные мероприятия. Дни столицы, праздники Козюкоса, ярмарки, потому что я считаю, что подобные праздники, они не только создают атмосферу уюта города, но и показывают полный национальный колорит страны. Я очень часто привожу друзьям в Россию сувениры с подобных мероприятий, и всем это безумно очень нравится, и заказывают даже еще каждый раз, каждую поездку. В этом году впервые на Днях столицы организуется забег ЮНЕСКО для детей под названием «За каждого ребенка, курируемый президентом Дали Грибовскойте». Еще с далекого 1993 года, когда началось празднование Дней города, невозможно было представить праздник без больших концертов на Кафедральной площади. В этом году организаторы подготовили множество сюрпризов. Горожане смогут порадоваться впечатляющими выступлениями не только литовских, но и зарубежных исполнителей. Валерия Литвинова, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. И на этом служба новостей завершает свою недельную работу. Пусть выходные пройдут в приподнятом настроении и при хорошей погоде. Всего вам самого доброго. До встречи в понедельник.